Я остановлюсь на наиболее важных принятых конкретных мерах по обеспечению национальной безопасности нашей страны в арктической зоне. Проблемные вопросы предлагается затронуть в ходе ответов на вопросы. Первый момент это социально-экономическое развитие. И начать здесь, конечно, было бы правильно с людей, с народов, проживающих в регионах Крайнего Севера. Коренные и малочисленные народы сегодня проживают в 28 субъектах Российской Федерации, территории восьми из которых включены в состав арктической зоны. Это уникальные носители знаний о ландшафтах Арктики, хранители традиционных ценностей и культуры. И сохраняя свою самобытность, большинство из них продолжает использовать природные ресурсы традиционными способами. Именно поэтому большинство мер экономического характера осуществляется применительно к местам их традиционного проживания и хозяйственной деятельности. При этом культурно-языковая и образовательная поддержка осуществляется для всех коренных народов Севера, вне зависимости от места проживания. Приоритетами направления для нас является вопрос образования и медицинского обеспечения коренных народов. Общий объем межбюджетных трансфертов в прошлом году составил более 205 миллионов рублей, из них 126,5 миллионов рублей были предоставлены субъектам арктической зоны Российской Федерации. К сожалению, в силу сокращения бюджета, произошло сокращение данной статьи бюджетных расходов, и на 2016 год у нас предусмотрено всего 142 миллиона рублей. Тем не менее, в этих условиях мы сосредоточим финансирование на строительстве столь важных объектов, как школы, больницы, детские сады, спортивные и культурные объекты в местах проживания аборигенных народов. Второй вопрос – это транспортная безопасность. Здесь, конечно, очевидно, что ключевым элементом является Северный морской путь, что подтверждается наибольшим числом вопросов от членов Совета Федерации. В целом, к настоящему моменту, сформирована необходимая нормативно-правовая база судоходства в акватории Северного морского пути. Принят федеральный закон, вы знаете об этом, он регулирует вопросы торгового мореплавания в акватории СМП, создана администрация Севморпути, утверждены правила плавания в акватории, установлена система выдачи разрешения на плавание судов в акватории Севморпути и определенный размер платы за ледокольную проводку судов. Действующие нормы международного права, прежде всего, Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года позволяют обеспечивать интересы национальной безопасности в Арктике. В соответствии с этой Конвенцией мы имеем право устанавливать нормы и правила пользования Севморпутем в случае покрытия его льдами, что происходит, как вы знаете, большую часть времени года. Гипотетической угрозой национальным интересом нашей страны является прогноз ряда экспертов по полному раскрытию к 2040 году льдов на всем маршруте Севморпути, по некоторым оценкам, и вечно мерзлого льда вплоть до точки полюса, что может потребовать пересмотра международной договоренности. Но, с другой стороны, надо понимать, что если это произойдет, это создаст такие проблемы для всех государств приарктических, а также стран Северной Европы, что им будет чем заниматься. С точки зрения безопасности мореплавания по Севморпути, нами обеспечивается ежедневный контроль за местоположением судов, их снабжение необходимой информацией о ледовой, навигационной и гидрометеорологической обстановке по всему пути следования. Организацию поиска и спасания, а также координацию поисково-спасательных операций в пределах поисково-спасательных районов, расположенных в Акваторисе в Морпути, обеспечивает морское спасательное коррекционное центро «Диксон» и морские спасательные коррекционные центры в Тикси и в Певеке. Непосредственно аварийно-спасательную деятельность в Акваторисе в Морпути обеспечивает Морспасслужба Росморрич флота, которая осуществляет поиск и спасание собственными средствами, а в случае необходимости с привлечением судов кораблей атомного флота. Только в прошлом году силами гидрографического предприятия проведены работы по гидрографическому изучению дна в Акватории и Севморпути в объеме 38 145 приведенных километров. Приведенные километры – это полоса моря шириной 2 километра и длиной 1 километр. На основании проведенных работ в прошлом году создано 153 единицы различных картографических материалов, включая навигационные морские карты. То, чего раньше не было, сейчас эта работа наконец-то налаживается. Для наращивания возможностей гидрографической службы военно-морского флота в составе Северного флота вновь сформированы окинографические экспедиции. Кроме того, в 2014 и 2015 годах выполнены из запланированных проведений, начиная с этого года, масштабные окинографические, гидрографические и морские геофизические исследования работы в морях, омывающих побережья Российской Федерации, а также в удаленных районах Мирового океана. В целом, принимаемые меры и довольно-таки стабильное финансирование на поддержку Севморпути, а в 2015 году это более 20 миллиардов рублей, свидетельствуют о развитии Севморпути. Так, для сравнения, в 2013 году нами было перевезено менее 4 миллионов тонн груза, а в 2015 – 5,5. Кроме того, сокращается продолжительность перехода торговых караванов по Севморпути. Если в 2014 году она оставляла от 7 до 39 суток, то уже в 2015 году от 7 до 17 суток. Понятно, что далеко не всем государствам, которые зарабатывают на южном маршруте транзита, для контейнеровозов – это все не очень им нравится. Тем не менее, с учетом складывающейся ситуации на Черном море, в условиях обострения отношений с Турцией, России необходим надежный, свободный и, самое главное, круглогодичный выход к большой воде. В этом аспекте альтернативы Севморпути, на мой взгляд, не существует. Конечно, развитие Севморпути необходимо рассматривать в тесную вязку с иными видами транспорта, которая обеспечит его насыщение достаточным объемом грузов. В этом плане перспективным проектом является «Белкамур». Он предлагает строительство новой сезонодорожной магистрали протяженностью 1200 км, соединяющей Соликамск, Сыктывкар, Архангельск. Общая стоимость проекта – порядка 240 млрд рублей. Срок осуществления проектных строительных работ до ввода магистрали в эксплуатацию составляет 5 лет. В реализации проекта обсуждаем возможность финансового участия китайской стороны. Еще одним проектом является «Северный широтный ход». Речь идет о создании железнодорожного широтного направления, которое соединит Северную и Свердловскую железные дороги как элементы единой арктической транспортной системы и инфраструктуры. Проект протяженностью этих транспортных маршрутов позволит нам связать месторождения в северных районах Западной Сибири и, по сути дела, связать их именно с портами Балтийского бассейна. И, конечно, эта дистанция будет сокращена на 800 километров, что позволит ускорить оборачиваемость грузов и зарабатывать приличные бюджетные средства. Общая стоимость проекта с учетом дальних подходов оценивается в размере до 290 миллиардов рублей, а с учетом стоимости уже созданных объектов, незавершенного строительства в объеме 26 миллиардов 300 миллионов рублей. Говоря о транспортной арктике, я, конечно, не могу не сказать об авиационном парке, мы посчитали, нам до 2030 года необходимо не менее 135 легких самолетов, пассажиров вместимостью до 19 пассажиров. Парк, который мы раньше использовали, Ан-2, временно можно его поддержать через ремонторизацию, которая сегодня развернута предприятиями промышленности. Однако это не решение вопроса в принципе. В этой связи мы в 2016 году, в этом году, начинаем опытно-конструкторские работы по семейству легких многоцелевых самолетов и начало поставок в 2020 году будет обеспечено. Кроме того, конечно, практически выбывает из ресурса парк самолетов, таких как Ан-24, Ан-26, Ан-72, которые безальтернативны для регионов Крайнего Севера. Я вот сам когда посещал год назад нашу экспедицию на Северном полюсе, мы, конечно, пользуемся именно такого рода самолетами, которые способны садиться на лед. Но для этого необходимо развертывание полномасштабного проекта самолета Ил-114 в модернизированном варианте. Мы это сделаем на базе Нижегородского завода «Сокол». Начало производства самолета 2019 год, однако, пользуясь возможностью, хочу обратиться к членам СССР, которые представляют регионы России, необходим консолидированный и серьезный заказ на такого рода самолет. Турбовинтовой самолет вместимости 64 пассажира. Прошу вас оказать поддержку промышленности именно по этому поводу. Что касается вертолетов, в декабре 2015 года получил сертификат типа «Средний многоцелевой вертолет Ми-38», максимальная взлетная масса его 15,5 тонн, которые также способны эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера. Серийное производство этого вертолета Ми-38 будет отшляться на Казанском вертолетном заводе. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» в настоящее время ведет научно-исследовательские работы по разработке перспективного вертолета среднего класса, который придет на замену Ми-8, Ми-17. В целях создания условий для использования российскими авиакомпаниями воздушных судов российского производства принято и реализуется правило возмещения российским авиационным компаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга 2002-2010 годов, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным во 2-2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов. Поставление правительства, которое было подписано 30 декабря прошлого года, в указанные правила внесены изменения, они адаптировали существующий механизм субсидирования затрат авиакомпаний, связанных с уплатой лизинговых платежей за воздушные суда, к экономической ситуации, которая сложилась в авиационной отрасли, что даст возможность возмещать российским авиакомпаниям часть затрат по лизинговым платежам, задолженность по которым погашены авиационными компаниями в полном объеме. Я об этом специально говорю, потому что это важный механизм поддержки российского авиапрома, в том числе применительно к арктическому региону. Третий вопрос – это энергетическая безопасность. Развитие объектов генерации на территории арктической зоны включает в себя модернизацию существующих и строительство новых объектов тепловой и гидрогенерации. Речь идет о модернизации гидроэлектростанций в Мурманской области, систем теплоснабжения городов Архангельск и Северодвинск, а также о развитии систем энергоснабжения в Иркуты. В части развития электрических сетей строятся магистральные электрические сети в Мурманской области, Якутии и Малоненецком автономном округе. Росатом осуществляет эксплуатацию Кольской АЭС в Мурманской области и Билибинской АЭС в Чукотском автономном округе. В части эксплуатации Кольской атомной станции будет обеспечено продление срока эксплуатации первого и второго энергоблоков еще на 15 лет. Что касается Билибинской АЭС, в 2019 году Росатом планирует начать вывод из эксплуатации четырех энергоблоков мощностью 1,2 мегаватта каждый. 12 мегаватт, извините, каждый. У нас есть и перспективные проекты, например, плавучий атомный энергоблок на Балтийском заводе судостроения в Санкт-Петербурге. Мы заканчиваем его строительство и планируем в сентябре, в октябре этого года спустить его на воду. Он у нас нацелен на ПИВЕК, где уже развернуты работы по созданию береговой инфраструктуры. Это, по сути дела, плавучий атомный энергоблок, который имеет под собой огромную и экспортную возможность, огромный потенциал. Такого рода технологий интересуются очень многие, в том числе наши китайские коллеги. Но мы серьезно думаем о том, в каком смысле и каким образом эти технологии передавать, исключительно лишь только обмениваясь соглашениями о защите интеллектуальной собственности. Помимо традиционной энергетики, мы двигаемся по пути развития чистой энергетики. В настоящее время РАО «ЕС Восток» изучает проект ветрогенерации в условиях Арктики. Для этого в ряде населенных пунктов на территории Арктики проводятся ветроизмерения, в Тикси, в Сосколах, Чагурдак, Нижний Янск, Республики Сахай-Якутия. В перспективе данные исследования позволят эффективно внедрять объекты генерации на возобновляемых источниках энергии. Экологическая безопасность. Здесь я хотел бы доложить вопросы не столько нормативно-правового регулирования, сколько о практических мероприятиях. К ним отнесу. Первое. Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель в районе города Мирного, в Архангельской области. Второе. Ликвидацию прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива. Это в Мурманской области. Также в 2015 году завершен первый этап работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории государственного природного биосферного заповедника Ненецкий и восстановление естественных ландшафтов в дельтовой части реки Печора на прилегающей особо охраняемой природной территории. Это по линиям природы России. Что касается Росатома, он обеспечивает ядерную и радиационную безопасность выведенных из эксплуатации и переданных для выполнения работ по реабилитации ядерных и радиационных опасных объектов Министерства обороны России. Эта работа осуществляется в рамках федеральной целевой программы промышленной утилизации вооружения, военной техники, ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Также Росатома обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объектов предприятий атомной отрасли и предприятий судостроительной промышленности. Минобороны России в 2015 году организована экологическая очистка мест дислокации воинских формирований на острове Котельный, архипелага Новосибирских островов, на аэродроме Лыкель-Норильска, в поселке Ушаковский остров Врангеля, архипелаг Новая Земля. Действительной мерой по обеспечению экологической безопасности в Арктике является обязательность проведения государственной экологической экспертизы и проектной документации объектов строительства на землях особо охраняемых природных территорий на континентальном шельфе, в исключительно экономической зоне, во внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе и в пределах арктической зоны. Патя Ивановна, я попросил бы еще дать мне пять минут. Да, коллеги, не возражаете продлить время? Нет, прошу продлить время. Пожалуйста. Однако в настоящее время недостаточно урегулированы на законодательном уровне требования по предотвращению ликвидации нефтеразливов для территории Российской Федерации, за исключением морей и континентального шельфа. В целях устранения указанной проблемы готовится изменение в федеральный закон об охране окружающей среды в части наделения правительства России полномочиями по установлению правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. И, наконец, пятый вопрос. Я кратко тоже по нему выскажусь. Это международные отношения. Замоотношения с нашими международными партнерами по арктическим темам не прекращаются даже в условиях санкций. Подтверждением этому и выступает подписание в июле прошлого года в ОСЛО в формате арктической пятерки декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в районах открытого моря Северного Ледовитого океана. Важнейшим шагом является представление России 9 февраля уже этого года в комиссию по границам континентального шельфа своей обновленной заявки. В случае подтверждения комиссии по границам континентального шельфа обоснованности поданных заявок, накладывающиеся участки континентального шельфа в Арктике должны разграничиваться в двустороннем порядке путем переговоров и на основе международного права. При этом важно иметь в виду, что у России уже разграничены на основе соглашений морские пространства с Норвегией и Соединенными Штатами Америки. Линия разграничения на межгосударственном уровне не оспаривается. В этой связи с этими странами не будет у нас никаких накладывающихся участков. Важной задачей в настоящих условиях является участие арктических субъектов Российской Федерации в международных отношениях. Хорошим примером выступает передача вахты председательства в Северном форуме от Саха-Якутии к Красноярскому краю. Пользуясь случаем нахождения в этой аудитории, коллеги, где есть представители всех субъектов, хочу обратить внимание, что сейчас политически важно участие наших субъектов в международных арктических организациях. Даже при отсутствии экономического эффекта от этой деятельности это важно, потому что за Арктику идет большая геополитическая борьба. Государственные комиссии по вопросам развития Арктики этот вопрос находится на постоянном контроле. Мы готовы оказывать регионам в этом деле всевозможную помощь. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я готов приступить к ответу на вопросы. Благодарю вас, Дмитрий Олегович, за очень содержательный доклад. Коллеги, переходим к вопросам. Вадим Альбаревич Чульпанов, пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Олегович, у меня вопрос, касающийся Нинецкого автономного округа и в частности поселок Амдарма такой, вы, я думаю, хорошо знаете его. В советское время это была стратегическая база, где есть летно-посадочная полоса, принимающая все типы самолетов, включая самолеты стратегической авиации. И там проживало, включая военных, 12 тысяч человек. В том числе эта база была нужна для того, чтобы поддерживать Севморпуть. Сегодня это полуразрушенный поселок, где проживают 350 человек. Я просто приведу вам пример. Вот там есть детский садик на 18 детей. Там всего 18 детей в этом поселке. И на каждого ребенка округу приходится тратить полтора миллиона рублей в год на содержание этого ребенка. Скажите, пожалуйста, будет ли этот поселок развиваться, или так он и погибнет? Хорошо, спасибо. Я благодарен Валентине Ивановне за то, что она с самого начала представила присутствие в этом зале представительной делегации российских министерств и ведомств. И вы знаете о той огромной роли, которая играет сегодня в освоении, в реколонизации Арктики нашей Министерства обороны. Я просил бы, в связи с тем, что этот вопрос касается военной безопасности, в том числе и прежде всего, ответить на него заместитель министра обороны, генерал армии Булгакова. Пожалуйста. Дмитрий Витальевич, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Валентин Иванович, уважаемые товарищи, планам развития до 2020 года предусмотрена в Андерме дислокация войск, поэтому на сегодняшний день, вот только сейчас утром было совещание у министра обороны на эту тему, поэтому там в планах все предусмотрено, и поселок будет работать практически в том режиме, который был в советское время. Спасибо большое. Надежда Николаевна Болтенко. Валентин Иванович, уважаемый Дмитрий Олегович, Вы являетесь председателем оргкомитета международного форума технологического развития технопрома. 9-10 июня 2016 года в городе Новосибирске состоится четвертый форум. Основная тематика данного форума – это вопрос развития Арктики. Скажите, пожалуйста, вот, насколько Вы оцениваете эффективность вот этой площадки на технопроме вот за прошедшие три года, и что отжидаете от четвертого форума? Новосибирский технопром уже себя зарекомендовал как самостоятельная и очень полезная с точки зрения реализации итогов ее работы площадка диалога российской промышленности и диалога гостей, которые на серьезном уровне посещают Новосибирск. И, несмотря на то, что мы проводим технопром ежегодно, тем не менее, выбранная точная повестка и основная тема позволяют придать этому форуму значение далеко выходящее за рамки сибирского региона Российской Федерации. И именно поэтому хочу сказать, что, скажем, на одном из предыдущих форумов, который был посвящен проблематике ГЛОНАСС, мы обсуждали вопрос совмещения технологий российских и китайских по калибровке сигнала, по навигационному оборудованию, и сегодня между ГЛОНАСС и Бэйду развернуто уже полномасштабное сотрудничество, которое позволяет российской глобальной системе приобрести партнера, который сосредоточен, прежде всего, в широтах гораздо более южных, чем Российская Федерация. Это как раз результат работы Новосибирского технопрома. Что касается Арктики, то это не конъюнктурное решение, а это просто абсолютная потребность сегодняшнего дня. Мы не можем сегодня говорить о новом вхождении в Арктику без вхождения в новые технологии. Именно поэтому я хотел поблагодарить, Валентина Ивановна, вас непосредственно за ваше согласие на возможность развернуть здесь фойе, выставку фонда перспективных исследований, который продемонстрировал часть таких технологий, роботизированных технологий, технологии работы по подводному шельфу, технологии тканей, материалов, которые необходимы для работы комфортной наших специалистов в Арктике, технологии правильного питания, сублимирного питания, которые необходимы также для такого рода экспедиции, которые осваивают Арктику. Все это будет выставлено на технопроме. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы всех коллег обязательно пригласить туда. Там вся наша промышленность покажет, что она реально сделала для нового своей Диартики. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить Дмитрия Олеговича за то, что в фойе нашего здания развернута выставка новых современных разработок робототехники и других, представленная Фондом перспективных исследований. Вы знаете, что два с лишним года назад мы приняли закон об этом фонде. И вот за прошедшее время в фонду уже есть чем отчитаться. Поэтому рекомендую обязательно в перерыве посмотреть эту выставку. Спасибо. Игорь Николаевич Шубин. Спасибо, Валентина Ивановна. Дмитрий Олегович, мой вопрос не связан с Арктикой, но связан с национальной безопасностью. И пользуясь здесь присутствием заместителя министра транспорта, у меня два вопроса следующего характера. До недавнего времени охрану границ международных аэропортов осуществляла вневедомственная охрана полиции. Но сегодня они от своих договорных обязательств отказались, ссылаясь на указ президента от 13 или 15 года, номер 356, о внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 5 мая 2014 года, номер 300, о некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации. В то же время существует перечень объектов, подлежащих обязательной охране полиции, утвержденный распоряжением правительства, номер 1629 от 2009 года. Хотелось бы понимать, как будет решаться данный вопрос по охране международных аэропортов. Это первый вопрос. И второй. В 2016 году заканчивается программа по субсидированию межрегиональных перевозок. Продлите время, завершайте, Игорь Николаевич. Спасибо. Спасибо, Лейтеновна. Как будет решаться вопрос по субсидированию межрегиональных перевозок в 2017-2018 году? Спасибо. Хорошо. Ну, прежде чем передать слово Сергею Алексеевичу, которого просили как раз ответить на этот вопрос, я хотел бы сказать следующее. Ну, мы действительно не можем в сегодняшних условиях содержать огромную большую военную организацию. В том числе и приходится принимать жесткие решения, связанные с сокращением численности личного состава Министерства внутренних дел. Известна позиция министра Колокольцева по этому вопросу. Тем не менее, мы идем по этому пути и используем технические средства, обеспечивающие безопасность, которые должны замещать человека. Там, где это возможно. Это первое. И второе. Мы вынуждены с вами пойти по пути, и это я считаю правильно на самом деле, выращивания ответственных и находящихся под жестким контролем силовых структур, охранных предприятий, формируемых на основе ветеранских организаций силовых структур. В том числе работающих не только в пределах Российской Федерации, но и за рубежом. Я вот недавно возглавляю делегацию правительственную, находился в Багдаде, в Ираке. Получается, что интересы российских нефтяных компаний, такие как Локойл или Газпромнефть, обеспечивают американцы, англичане, но только не ветераны российских спецслужб. Это неправильно. Это просто потеря денег, которые уходят из страны. И политически неверно. Когда те, кто раньше разрушал эти страны, сейчас охраняют российские экономические интересы. Не понимаю это. Поэтому я прошу заместителя министра транспорта ответить на этот вопрос. Но еще раз хочу сказать, те структуры, которые придут на смену подразделению МВД, это будут по качеству своей работы, по вооружению и по компетенции не уступать своим предшественникам и находиться под самым жестким контролем правоохранительных органов Российской Федерации. Пожалуйста. Спасибо. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Спасибо за вопрос. И действительно ситуация в этой части под контролем, под достаточным. Вы приподнимитесь, пожалуйста, чтобы вас все видели. А то вас не видно. На экране видно. А, на экране видно. Хорошо, давайте. Прошу прощения. Вне ведомственного экрана МВД пришла на международные порты после тех двух страшных терактов, когда смертницы взорвали себя в самолетах. До этого наша экрана стояла. Вот сегодня изменение системы и возможное сокращение вне ведомственного экрана привело к тому, что мы возвращаемся на эти международные порты. Подготовлен соответствующий документ, проект постановления правительства, в котором мы возвращаемся, наша вне ведомственного экрана возвращается на международные порты. Безопасность превыше всего, и мы от охраны порты наши не оставим. Что касается второго вопроса о региональных перевозах, субсидирования, показывает практика, что как только вот эта вот программа возомела действия, рост перевозок в 16-17 до 20% в прошлом году. Мы будем готовы к тому, чтобы просить снова эти перевозки субсидировать. Спасибо. Просить, Сергей Алексеевич, можно на паперте. А министерство должно отстаивать интересы отрасли и добиваться решения. Поэтому впредь прошу отстаивать. Вот, отстаивать это уже лучше, чем просить. Спасибо. Олег Александрович Казаковцев. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Олегович, вот недавно директор национальной разведки США Джеймс Клеппер предоставил Конгрессу отчет о глобальных угрозах безопасности. Россия оценилась и упоминалась при анализе семи главных угроз. Есть в закладе упоминания действий России и в Арктике, где она наверняка продолжит поддерживать военное присутствие, чтобы обеспечить контроль над своей исключительно экономической зоной. Я думаю, что это высокая оценка, в том числе и вашей деятельности. Но вот такой следующий вопрос. Будут ли одобрены правительством поправки в 275-й федеральный закон о гособоронзаказе? Потому что у предприятий ВПК накопилось достаточно много вопросов. Недавно об этих же проблемах говорил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Семенович Соломонов. Как ваше мнение? Моё мнение таково, что мы ситуацию держим под абсолютным контролем с точки зрения исполнения государственной программы вооружения, рассчитанного до 2020 года. Как вы знаете, мы её исполняем с опережением, и вместо того, чтобы в 2015 году перевооружить российские вооружённые силы, в том числе и командование, которое у нас, стратегическое командование по Арктике, на 30%, мы вышли на цифру в 47%. То есть опережаем в полтора раза собственный же план. Поэтому мы благодарны парламенту России и вам, коллеги, за поддержку оборонного бюджета в столь сложный период. Что касается правил исполнения гособоронзаказа, то они вызваны строгим нашим отношением к недопущению фактов неэффективного использования бюджетных средств, а также единичными фактами коррупции, по черту, единичные факторы, потому что нельзя сравнивать ту атмосферу, которая сегодня утвердилась в военно-промышленном комплексе России, с атмосферой, к сожалению, которая складывается по другим направлениям. У нас люди дорожат абсолютно своей честью, и те правила, которые введены благодаря закону, они, да, они жёсткие. Конечно, они будут корректироваться недавно на заседании военно-промышленной комиссии в Набережных Челнах под председательством президента. Эти вопросы, в том числе вопросы, понятые Юрием Семёновичем Соломоновым, руководителем, генеральным конструктором, точнее, Московского института теплотехники, они обсуждались, и было принято решение о определённой динамике изменений, которые будут вноситься в нормативную базу по исполнению данного гособоронзаказа. Это нормальная история, когда закон начинает практически действовать, выявляются некоторые проблемы, недочёты, которые не учли, значит, на теоретическом уровне. Это живой процесс. Но ещё раз хочу сказать, он никак не отменяет необходимость действия строгих правил, которые позволяют нам максимально эффективно использовать каждый рубль, вложенный в оборону и безопасность нашей страны. Спасибо. Александр Константинович Акимов. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Олегович, я здесь полностью поддерживаю ваш концептуальный доклад и те усилия, которые сегодня принимаются правительством по возрождению арктической зоны и с точки зрения укрепления национальной безопасности нашего российского государства. И сегодня ваш доклад очень грамотно был выдержан с точки зрения инфраструктуры, развития транспорта, энергетики. Но вы доклад начали именно очень мудро с тех жителей, которые проживают в Арктике, с коренных молодчисленных народов с севера, Сибири, Дальнего Востока, которые никуда не убежали и живут там. И огромное спасибо за то, что вы именно так поступили. Я обязательно это передам. Это, во-первых, и мы по заданию Валентины Ивановны сегодня подготовили проект закона о территориях традиционного природопользования. Продлите время, завершайте. Заканчиваю. Я прошу, чтобы правительство поддержало именно этот проект закона о сохранении уклада жизни. И второе, по малой авиации мы сегодня 16 часов проводим круглый стол. Дмитрий, если у вас время будет, обязательно загляните, поддержите. К сожалению, сегодня Министерство транспорта и Министерство промышленности вот тот заказ, консолидированный по малой авиации, не выполняет. И сегодня две трети территории Арктики не летают из-за этого. Вы знаете, вы хорошо обедаете. Ан-2, класс Ан-2, Ан-24. Все старые самолеты летают. И сегодня их надо выпускать на серийный выпуск этих самолетов. Спасибо. Прошу поддержать. Да, спасибо. Человеческий фактор в Арктике ключевой. Можно сколько угодно долго говорить о железе, но оно бессмысленно, если человек будет уходить из Арктики. Поэтому поддержка коренных малочисленных народов Крайнего Севера и специалистов, которые готовы в этих непростых, мягко скажем, условиях работать в арктической зоне, это ключевая задача. В ближайшее время мы на президиуме нашей госкомиссии по вопросам развития Арктики 9 марта в Мурманске. Мы этот вопрос будем рассматривать. Самым предметным образом. И думаю, что Совет Федерации будет полностью в курсе. Что касается авиации, то, скажу честно, мне как выходцу из авиационной семьи, конечно, это тема номер один. Вот я считаю, что огромная большая страна без собственной авиации жить не может. И не только должна идти речь о дальнемагистральных самолетах. А сегодня президент одобрил идею создания целого семейства новых дальнемагистральных самолетов на базе самолета Л-6-400. И у нас появляется новый двигатель с вами, ПД-14, который уже завершает государственные испытания. Это огромный успех. У нас этого не было 30 лет. Значит, что касается малой авиации, то как перелетать по этим малым расстояниям? Я сам, когда добирался до Северного полюса, пришлось лететь через Шпицберген. А мы должны летать напрямую, не спрашивая никого, никакие ни норвежские, ни иные власти. Это наша Арктика, наша арктическая зона, мы там должны быть полными хозяевами. Поэтому здесь, еще раз хочу сказать, под самым жестким контролем коллегии военно-промышленной комиссии, вопросы даже не импортозамещения, а импортовытеснения иностранной авиационной техники стоят. И мы это реализуем в сегменте до 19 пассажиров, в сегменте 50-64 пассажира. Дальше создание новой модификации самолета Сухой Суперджет на 130 пассажиров. В конце этого 2016 года мы ставим на крыло, поднимаем МС-21, пассажиров вместимостью 180 пассажиров. И продали магистральный самолет, я вам сказал. Если эти планы будут реализованы, а они будут реализованы, я вам гарантирую, то тогда, к 2019-2020 году, мы реально поправим ситуацию в воздухе над нашей страной. Спасибо. Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Олегович, Законательное собрание Челябинской области и еще целый ряд российских регионов поддержали обращение Брянской областной думы, направленное правительством Российской Федерации, касаемо ряда проблем, возниженных при реализации федерального закона о гособоронзаказе, особенно в части внесенных изменений в июне 2015 года. Мы говорим о спецсчетах. Предформитель, пожалуйста, какое состояние дел с решением этого вопроса? Известно, что есть и обращение Совета Федерации по этому же самому вопросу. И в какие сроки мы планируем решить эти проблемы? Спасибо. Скоро будут поручения президента по итогам заседания военно-промышленной комиссии, которая стоялась, как я вам уже рассказывал, в набережных Челнак совсем недавно. Там этот вопрос отдельно рассматривался в соответствии с докладом министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантрова. И, соответственно, доклад был сделан заместителем министра обороны госпожой Шевцовой. Коллеги военно-промышленной комиссии с предприятием оборонно-промышленного комплекса изучают все предложения, поступившие в правительство, по возможной коррекции нормативно-правовой базы данного закона. И, естественно, все, что по уму, все, что будет необходимо для бесперебойного исполнения гособоронного заказа, будет принято, рассмотрено и вам доложено. Вы будете в курсе всех этих принятых мер. Еще раз хочу сказать, что здесь нет эффекта глухой стены. Мы все это видим. Еженедельно вопросы рассматриваются на коллегии военно-промышленной комиссии. По каждому оборонному предприятию работает оперативный штаб, организованный МИМ-промторгом. Поэтому все изъяны нормативной базы мы видим, и они будут исправлены. Спасибо. Евгений Викторович Бушмин. Спасибо, Валентина Ивановна. Дмитрий Олегович, национальная безопасность Арктика, надо признать, что это совсем не рыночное отношение. И вы только что сказали, что Арктике нужны самолеты сами из авиационной семьи. Вот у меня есть конкретный пример. Нижегородское предприятие по самолетной оснастке выполняло заказы ОАК. Но на этот год заказов нет. И ОАК объясняет это причиной, что в 2015 году объем уменьшился, и поэтому у них на складах есть запас. И в 2016 году они не собираются больше ничего заказывать. Ну, я не знаю, что делать со специалистами на этом предприятии. И если до конца года мы это предприятие обанкротим, то нам придется обращаться. Но обращаться мы можем только к Соединенным Штатам. Вот мне кажется, что надо подумать, что в этих вопросах надо перейти от дикого рынка и к стратегическому планированию. И мне кажется, что уничтожение собственных предприятий, которые являются исключительными и единственными, должно быть поставлено здесь тоже во главу угла, наряду с выполнением задач по выполнению, в том числе, обеспечения самолетами и так далее. Вот эти две задачи должны идти вместе. Вот вы не скажете, вот как нам от дикого рынка в данном вопросе переходить к стратегическому планированию? Спасибо. Я думаю, что речь идет не столько о диком рынке, а о накопленном страховом запасе данных комплектующих, которые фактически ставят под вопрос дальнейшее производство, ритмичное производство, налаженное на этом предприятии. Скорее всего, речь идет об этом. Я давайте вот что, просто разберусь в этом вопросе и вам конкретно доложу. Я думаю, что ситуацию мы поправим. Я тогда вам подготовлю. Хорошо, спасибо. Спасибо. Светлана Петровна Горячева. Спасибо большое. Уважаемый Дмитрий Олегович. Все, конечно, понимают, что действительно сегодня делается очень много для модернизации и укрепления нашей армии. Но почему правительство закрывает глаза одновременно с этим на то, что по всем каналам телевидения ежесуточно через низкопробные телефильмы формируются новые идеалы у молодежи? Это что такое? Это мордобитие, кровь, скотство и так далее и тому подобное. К сожалению, и вот канал «Звезда» тоже начинает уже этим грешить. И результат налицо. Мы видим, что уже тысячи молодых людей несутся за острыми ощущениями в ИГИЛ. На какие средства создаются вот эта вся дископробщина в России? Скажите нам, пожалуйста, откройте секрет. И еще, вам не кажется, что именно оборонная отрасль должна не меньше, чем модернизация, думать о том, чтобы солдаты имели высокие нравственные качества? И для этого должна быть другая совершенно нравственная идеологическая работа внутри государства через телевидение. Что я могу ответить? Вы же прекрасно меня знаете, не первый год. И примерно понимаете, что я мог бы вам ответить. Один на один, на сей счет. Да, поэтому давайте мы будем с вами корректными. Я скажу так. Я неуполномочен отвечать на такого рода вопросы. Потому что есть другие ответственные граждане, которые за это должны отвечать. Позовите их к себе и задайте им этот вопрос. Он меня тоже мучает периодически. Значит, именно поэтому нам приходится сегодня активно работать с нашими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы тоже выстраивать хоть какую-то информационную линию, рассказывая о тех огромных реальных достижениях оборонщиков, которые они добиваются в условиях, ну, крайне агрессивных. Когда санкции, когда девальвация рубля, когда пересматриваются те планы, которые казались незыблемыми, когда прекращаются поставки комплектующих, а время на их восполнение, на собственной элементной базе, материальной базе, остается крайне мало. Тем не менее, мы стараемся это делать. Что касается телевизора, честно скажу, мне не хватает времени его смотреть. И, наверное, благодаря этому, значит, живу спокойно. Но еще раз говорю, у вас есть возможность позвать тех, кто за это дело отвечает, и они вам об этом расскажут более подробно. Я же считаю, что на самом деле сегодня дух в вооруженных силах и в оборонно-промышленном комплексе таков, что вы можете этими людьми гордиться и их без зазрения совести поддерживать. Мы выполним все те задачи, которые поставил президент, которые формирует правительство, о которых говорит парламент Российской Федерации. Сегодня моральный дух вооруженных сил, вы видите, это совершенно иное дело, чем то было раньше. Вы видите даже по внешнему виду наших боевых летчиков, которые работают в Сирии, что это другое, другая, извините, как говорится, спортивная лига. Это другое ощущение внутренней силы и убежденности в собственной правоте. Поэтому мы с вами уже за четыре года сделали большое общее дело. И об этом надо, не стесняясь, рассказывать. В том числе и через средства массовой информации. Спасибо, Светлана Петровна. Хочу сказать, что вам потрясающе идет форма. Я первый раз вас увидела в форме. Советника юстиции первого класса. Почаще одевайте ее, пожалуйста. Она будет всех дисциплинировать. Спасибо. Анатолий Иванович Широков. Дмитрий Олегович, геополитическое и экономическое значение Арктики сегодня стремительно возрастает. Поэтому сегодня Россия вновь вынуждена идти на север, где-то восстанавливая то, что было, где-то создавая необходимые элементы своего арктического каркаса. На это нацеливает и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Это активно мы можем наблюдать в вашей деятельности. Этого активно требуют, конечно же, наши национальные интересы, но эти же интересы активно оспариваются сегодня в этом регионе нашими конкурентами. Поэтому было довольно удивительно услышать на недавно состоявшемся заседании Совета по Арктике и Антарктике, что победителем проведенного Минвостокразвития конкурса на разработку концептуальных основ конкурентной модели развития северного морского пути стал консорциум с участием американской компании McKinsey. Это говорит о том, что американская компания фактически проникает в основу планирования развития российской Арктики, получает доступ к стратегическим планам формирования транспортной, военной, производственной инфраструктуры. Продлите время, завершайте. Пожалуйста, Анатолий Иванович. Получает возможность распоряжаться этой информацией по своему усмотрению. Уважаемый Дмитрий Олегович, каково Ваше отношение к тому, что в архиважном для России конкурсе участвовали и выиграли иностранцы? И второй вопрос. Можем ли мы при разработке таких документов использовать наши аналитические возможности, не допуская к российским стратегическим планам компании иностранного происхождения? Спасибо. Спасибо. Я с Вашим вопросом ознакомился заранее, как и, впрочем, со всеми остальными вопросами членов Совета Федерации, и поинтересовался этой темой заранее. Мы знаем, что такого рода поручение, полученное экспертным советом правительства Российской Федерации, но для того, чтобы иметь полную, так сказать, картину маслом, вчера я подписал соответствующее поручение министру Галушке. Копия его у меня лежит перед глазами. Значит, суть его в следующем. С учетом перечня поручения президента Российской Федерации, дальше они перечисляются, поручения правительства, доложите оперативно в правительство Российской Федерации о привлеченных к исполнению указанных поручений лиц, порядка их отбора, а также целесообразности их привлечения. О получении необходимой информации, в том числе по суподрядным организациям, у нас появится ясность в этом вопросе, я вам доложу.